Добрый день! Это Дмитрий Зеленин и программа Дело. В этом году Россия поднялась на 18 позиций в рейтинге конкурентноспособности в сфере туризма и путешествий, заняв 45 место в общем зачете. Об этом говорится в свежем выпуске Всемирного экономического форума. Очень значимой организации по оценке того, что творится во всем мире. Международные эксперты к сильным сторонам России относят прежде всего туристические ресурсы, природные красоты, культурные достопримечательности. То есть, соответственно, это 34 и 21 место. Туристов в нашей стране привлекают, конечно же, и цены. 41 место в гостиницах и курс рубля. Учитывая экономическую ситуацию вокруг страны, сейчас можно говорить о росте внутреннего туризма. Сегодня мы рассмотрим дело о внутреннем туризме в России с нашими гостями. Сергеем Евгеньевичем Корнеевым, заместителем министра Федерального агентства по туризму, и Андреем Юрьевичем Михайловским, директором по продажам и маркетингу компании «Инфофлот». Сергей, вот как вы оцениваете нынешнее состояние? Все-таки 18 позиций в рейтинге. Очень сильный скачок. Только ли это из-за того, что у нас курс рубля упал? Только из-за того, что наши гостиницы стали дешевле? Или какая-то динамика по другим обстоятельствам? Ну, конечно, не только. В общем, сам рейтинг отвечает на часть вопросов. Действительно, фантастическое многообразие туристского потенциала. Культура, природа, история – это все есть. При этом это разнообразие в последние годы сопровождалось или обогащалось бурным развитием самой туристской отрасли, инвестиции в туристскую отрасль, строились гостиницы, в маленькие частные пансионаты, в большие гостиничные комплексы, ну и много-много другое. Развитием транспортной инфраструктуры. Туризм без доступности транспортной, естественно, развиваться не может. То есть, вот есть некая совокупность факторов, есть профессионализм наших коллег-туроператоров, которые научились работать в соответствии с лучшими международными стандартами или, по крайней мере, профессиональными навыками, ничем не хуже. И есть, безусловно, все-таки рост этой туристской отрасли за последний, достаточно короткий в историческом таком туристском моменте период, но бурный. И сейчас такое вот очень интересное время перелома или вызова. Мы можем двигаться дальше очень позитивно, а можем застыть. Ну и, конечно, большой элемент этого роста дают, если мы говорим про въездной туризм, оценивается прежде всего это в этих показателях, дает достаточно большая работа с юго-восточным рынком. Об этом можем чуть-чуть сказать, но чуть больше. Но въездной туризм сейчас очень сильно прирастает, как и во всем мире, так и в России, азиатскими странами, прежде всего китайцами. Ну и не только. Понятно. Андрей, вопрос по внутреннему рынку. Вы вот чувствуете этот рост по вашим круизным маршрутам, по количеству судов, которые выдвигаются по нашим рекам? Хороший вопрос. Действительно, мы чувствуем. Ну, я, наверное, нам не трудно сказать, наверное, за весь внутренний туризм, хотя я понимаю, да, там и по новостям, и по мнению коллег, что действительно там рост огромный, да, там. А что касается круизов, мы тоже видим, вот мы там последнюю статистику где-то там такую общую брали на районе апреля, но это где-то 20-25% роста спроса именно россияне отдыхают в России именно по круизам, да, то есть мы видим. Ну, связываем мы это мы во многом, такой рост именно по круизам, с тем, что, опять же, я не могу, наверное, говорить за всю, так сказать, за весь инфраструктуру внутреннего туризма, на моих коллег, да, которые занимаются там наземными видами туризма, но я могу сказать, что круизы, на самом деле, вот к этому году, когда вот этот вот именно бум мы, так сказать, ожидали, и мы его испытываем, они, наверное, подошли, так сказать, наиболее готовыми, да, то есть, в принципе, у нас готова инфраструктура, мы знаем, как обслуживать, мы знаем, как продавать, у нас есть корабли, у нас есть сервис, причем сервис, я могу сказать, что он там уровень, наверное, примерно ниже европейского. То есть российские круизные суда, их выходы, скажем, в наши реки по внутреннему туризму, рост этот соизмерим вот с этими, ну, с достаточно большим ростом, как мы считаем. Да, 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 я, мне кажется, что он даже, возможно, даже больше, да, как бы, то есть у нас вот это было 20-25, но, естественно, в сезон, в летний мы ожидаем какого-то большего притока, вот, и, естественно, мы связываем это именно с тем, что, в принципе, ростовый туризм. Вы знаете, это, конечно, вот очень интересный момент, именно вот исторический для туризма, да, потому что в этом сезоне, в прошлом сезоне сошлось несколько факторов, конечно, в соотношении курсов валюты. Вообще все международные эксперты говорят, что курс валют – это один из основных факторов, влияющий на выбор обычного человека, куда ему поехать. Дорого стало в Европе, поеду в Россию. Ну, далеко не только это, да, потому что рост внутреннего туризма, он стабильно был там последние 5-10 лет. Стабильно, абсолютно, да. Может быть, не в такой пропорции. Процентов по 15. Да, ну, знаете, процентов 15, это для европейской, например, для европейского туризма, это фантастические показатели. У них 3% роста – это успех, 5% роста – это феноменальный успех. Не, ну, если мы сейчас говорим, что у нас экономика сейчас падает чуть-чуть, да, проценты на 2, то уж и вот такой рост, это вообще. Только всем вкладываться надо. Как говорится, не то слово, да. И вот с нескольких факторов, да. Первый – синергетический эффект культуры и инфраструктуры, скажем так. Если говорить с точки зрения государства, 3 года назад министерство культуры передали туризм, много было всяких синергетических проектов, вот есть вот история и есть желание ее посмотреть. Есть технология, в том числе речные круизы, они исторические города, но технология взаимодействия, вот, как сказать, туризм через культуру, культура через туризм, развитие посещаемости музеев, через, в конце концов, создание нормальной инфраструктуры вокруг. Потому что без этого никуда не одеться. И вот это все произошло, и сейчас это вызов. Спасибо. Вот, Андрей, вот если мы говорим об инфраструктуре, ну, в целом, наше государство улучшает, но так в дорогах мы не всегда это видим. Да, есть дорога Москва-Санкт-Петербург, есть Москва, есть северная наша столица. По рекам немного лучше ситуации, они у нас как были, так и есть. Но я знаю, что у нас второй уже год подряд обмеление рек. То есть у нас нет воды и в Ярославской области, и в Костромской, и в Ивановской. И уже второй год подряд у нас меньше уровень. Ну, знаете, на самом деле, что касается нет воды, ну, это, наверное, слишком громко сказано. Нет, ну, смотри, сейчас я слышал по новостям, в том числе на нашем уважаемом канале, что в Ярославской области вообще колодцы сухие. Нет, ну, колодцы, возможно, колодцы, слава богу, к туристической инфраструктуре, наверное, не сильно относятся. Что касается, смотрите, ну, наверное, действительно, круиза, это та отрасль внутреннего туризма, для которой вода действительно нужна. Ну, так вот, я могу сказать... Брендовый продукт наш. Да, но я могу сказать, что сразу, да, что вопрос там обмеления, проблема, это не проблема, да, как бы это однозначно, да, однозначно, в два года уже уровень Волги чуть-чуть ниже, чем норма, но на самом деле это, в принципе, нормально, да, потому что уровни всегда колебались, и на самом деле, наверное, никто не знает, но, допустим, пять лет назад на Неве был, наоборот, слишком сильно высокий уровень, да, там. Это все регулируемо, чуть-чуть изменяются маршруты, и, в принципе, это не проблема. Это примерно, знаете, как, ну, не знаю, там, яма на дороге должна мешать развитию автопрома, она не мешает. То есть развитие круизов обмеления не мешает. Ну, я знаю, в августе месяце некоторые круизные маршруты. Они менялись, сказал. Нет, менялись маршруты, они менялись, да. Дело в том, что, действительно, прошлый год как раз показал, да, что некоторые ситуации, когда, по-моему, приходилось даже пассажиров, туристов по суше перевозить на каких-то участках, с одной стороны, наши туристские компании работают профессионально, и все время имеют какую-то альтернативу и замену, это хорошо, да, с другой стороны, конечно, любой такой сбой, он негативно, как шлейф, прежде чем информационный шлейф, имеет свои последствия, и в этом смысле, знаете, росту нельзя мешать ничем, да. Об этом, вот, вы ведь правильно отметили, может быть, сама проблема была, но об этом еще и много писали, и много говорили, и многие люди, к сожалению, наверное, задумались, они попадут ли они в там ситуацию. Ну, вот, я вообще добавил бы к этому, не надо ли лучше устраивать координацию, потому что, если, например, воду с верхних водохранилищ спускают для того, чтобы грузовые суда прошли через, ну, мелкие участки Нижнего Новгорода, то, может, это надо делать тогда, когда это нужно делать. Именно, именно. И, может быть, вот, координация на правительстве не в порядке не должна. Именно, да, ведь управление водой – это тоже определенная технология, да, которая у нас существует, и, как вы правильно сказали, да, можно регулировать уровни, да. И вот здесь мы как раз говорим сейчас очень активно об этом, и с соответствующими транспортными структурами, и с субъектами, и с теми, кто этим управляет. Вот этот вопрос один из важнейших, наверное, многое можно улучшить и нивелировать, просто, действительно, при достаточной координации. Просто, вроде как, не жаловались туристские компании, круизные, речные компании, ну, и не жаловались, да, тут грузы идут, действительно, на приоритет, да. Но мы видим, что любой такой, может быть, и незначительный с точки зрения там нетуристской отрасли факт, он может потом остановить развитие, он может отыграться информационно как антирекламный или просто заставляющий задумываться. Нет, ну смотрите, опять же. Поэтому надо обращаться чаще, потому что так можно потерять маршруты. Давайте цикл передач на РБК о речных круизах. Нет, 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 если есть трудности, мы всегда видим, есть банкротства туристической компании, тут же телевидение. Здорово. И как-то объясняем, ну, а здесь тоже вдруг, если рейс сняли. Это не проблема, конечно. Это не проблема, это просто правильно поднятый вопрос в нужное время. Я могу сказать кратко, по сравнению, что было в прошлом году, действительно, мы имеем два последовательных две малоснежных зимы. Только если в прошлом году действительно были отмены рейсов, ну, не отмены, а изменения рейсов там за две недели, за неделю, конечно, это люди испытывали негатив. Я могу сказать, что по поводу координации ведомств различных, в этом году все почувствовали малоснежную зиму и начали еще с января. Министерство транспорта, Министерство туризма, Ростуризма, да, как бы координировать гидроэнергетики. И да, мы получили малоснежную зиму, но и сейчас есть изменения, но они происходят как минимум там за два, за три месяца, и, естественно, люди спокойно понимают, привыкают. То есть, в принципе, вот и уроки прошлого года, они уже извлечены, и, в принципе, извлечены. Вопрос действительно решаемый, да, и он решается. Мы можем говорить смело, что он, в принципе, пришел. Именно поэтому я говорю, что, наверное, на следующем году еще более будет. И в этом, в августе, чтобы было все нормально. Нет предела совершенно. Да, да, будем работать. Другой вопрос, тоже связанный с экономикой, тоже связанный с координацией. Малый бизнес. По всем рейтингам у нас не очень хорошо, с дешевыми гостиницами. Хостелы, может быть, интересные и уже появились, и мы видим, что появление всегда сопровождается достаточно бурным эффектом. Это в Москве. Вот. Но если мы говорим о других городах, может быть, это нужно по-другому смотреть на именно развитие такого бизнеса. Потому что спрос есть, рубль упал, поток растет, 15% в год – это колоссальный эффект. И есть куда бизнесу вкладывать. Справедливо. По-разному у нас, конечно, инфраструктура, у нас большая страна и очень многообразная. Если говорить про эконом-средства размещения, ну, те же хостелы, малые гостиницы, гемпинги и так далее, то этот процесс очень сильно ускоряется. Но, наверное, если говорить про городские хостелы, маленькие гостиницы, здесь, конечно, опыт Санкт-Петербурга уникален для нас и очень интересен. Но он традиционен для исторических городов Европы. Хочется любому туристу жить в центре города, выйти, ну, по крайней мере, многим, выйти на улицу и увидеть Исаакиевский собор и прямо выйти на Невский проспект, если говорить про Санкт-Петербург. И при этом недорого. Построить новые гостиницы в историческом городе, да вообще в любом городе, в деловом центре и в историческом центре, тем более, крайне затруднительно. Удатное решение – это малые гостиницы, размещенные там в небольшого формата, небольшого количества площадей, которых много. И в Санкт-Петербурге сейчас уже, мне кажется, к тысяче такое приближается. Это явление захлестнуло после 2003 года юбилея Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, очень активно развивается в Москве. Если говорить про юг России, традиционно частное размещение было все время. Этот процесс идет. Сейчас он приведен несколько упорядочен, разработанный новой системой классификации на звезды, где впервые Министерство культуры, разработав эту систему, ввело понятие малые средства размещения. Потому что там есть… Муниципалитеты все-таки не очень относятся с большой любовью к хостелам. Хотя, на мой взгляд, я абсолютно с вами согласен, это одно из приоритетных систем развития. Потому что надо конкурировать с Турцией, которые дешево нас селят. И не только хостелы, и по-разному относятся к муниципальным образованием, вообще от них зависит очень много. Потому что туризм, как инфраструктура, строится на земле, то есть в муниципальных образованиях. Есть очень положительные примеры, есть примеры нейтрального отношения, есть примеры и отрицательные. Но мы как раз и ведем вот эту, в какой-то степени разъяснительно работаем. Мы говорим, есть и там проблемы, да, есть криминальный элемент. Мы говорим, давайте мы отделим мух от котлет, черный от белого. Да, мы вводим систему классификации, подаем инструмент легализоваться тем частным предпринимателям, которые это делают. Надо с ними работать и поддерживать тех, кто легализуется, запрещая тех, кто ведет незаконную деятельность. И тут не только хостелы, автокемпинги, например, у нас мы являемся держателями, что называется, федеральной целевой программы развития из нового и внутреннего туризма, где отдельная позиция у нас посвящена вопросам автокластеров. Потому что люди в нашей большой стране, как и в любой большой стране, все более и более активно путешествуют на машинах. Понятно. Значит, вот, Андрей, вот круизные суда, это на самом деле, ну, тоже не хостелы, но так, близко. Это плавающие атель. Какой портрет, по-вашему, сейчас вот туриста, который пользуется услугами ваших судов? Вопрос хороший, да. Ну, несомненно, есть люди, доля людей, которые, значит, ну, уже исторически, скажем так, привыкли к круизам, которые ездят там 10-20 лет подряд. Но на самом деле, вот последние пять лет, вот мы и наши коллеги видим, что на самом деле портрет меняется, да, как бы, то есть, во-первых, появляется молодежь, во-вторых, появляются те люди, которые уже были за границей. Мне кажется, появляется еще больше составляющий россиян по отношению к... Нет, россиян. Мы сейчас про внутренний, да, как бы, висит на туризм. Я говорю про россиян только. Среди россиян появляются те люди, которые уже съездили, посмотрели Европу, пляжные, Азию и прочее. И что отрадно, они, попадая на круиз, они говорят нам, что это не хуже, да, как бы. Именно по качеству. Я понимаю, что по характеру это другое немножко отдых, но, в принципе, по качеству я говорю, что обслуживание сервиса, оно реально европейского уровня. Поэтому, на самом деле, это и молодежь, это и семьи, это и люди в возрасте, совершенно разложительные от трех дней до двадцати круиза, то есть, их можно подобрать, в принципе, под любой сегмент, да, там. И это не только Москва, это и Петербург, и все Олжские города, да, там. То есть, в принципе, очень широкий сегмент людей, да, как бы. И это реально мы видим их на их северах. Сергей, тоже по портрету. Надо советовать предпринимателям, которые смотрят на РБК, на какие секторы, социальные группы сориентировать свое предложение, чтобы попасть в вот это, ну, скажем, нарастающее увеличение внутреннего туристического потока? Современный турист, современный российский турист, он, во-первых, более искушенный, как правильно было сказано. У нас есть просто история нашей страны, железный занавес, он открылся, естественно, всем захотелось увидеть, что же такое этот за железным занавесом, да. Съездили, посмотрели, съездили, может быть, второй раз, третий раз, поняли, что ничего такого уникального нет. Увидели свою страну, но уже хотят здесь получать тот уровень сервиса, который уже был почувствован, да. Шаг назад человеку неприятен, всегда хочется вперед. То есть, ориентироваться преимущественно на те услуги, которые уже предоставлялись, чтобы делать их качественнее, с учетом российских... Второй момент, да. Если мы говорим и про среднее поколение, про молодежь, это турист, который, безусловно, связан с новыми технологиями, с мобильной связью и так далее. И отсутствие Wi-Fi, например, уже является одним из факторов, который там, или наоборот, наличие, да, которые на выборы сказываются. Вот по инфраструктуре и по другим критериям, которые были озвучены вот в отчете Всемирного экономического форума, в том числе стоят несколько пунктов, ну, например, безопасность. Мы не всегда хорошо смотримся на этом, на фоне других стран. Вот здесь какие приоритеты вы считаете? Ну, не согласен, да. Очень много, все-таки любые рейтинги, они отчасти субъективны, да. Очень много идет от тех страшилок, которые до сих пор живут в умах, там, прежде всего, европейского, западного мира, там, еще с советских времен. Вот это вот, это есть, это есть, да. Любой случай, который там происходит, преувеличивается, приводится система и так далее. С одной стороны, объективные факты. Секундочку, вот, а вот, Андрей, ну, у вас какой возраст судов круизных, на самом деле, как безопасность, мы их знаем. Ну, смотрите, тут очень важный, очень важный момент, да, как бы, как говорится, не бывает старых и новых судов. Есть судно годные и негодные. Да, и в той же Европе есть и исторические суда, которым гораздо больше, чем всем российским судам, там. Это понятно, но у нас иногда случаи бывают. Смотрите, случаи, наверное, бывают везде, да, но я могу сказать, что вот система безопасности на круизах, на речных круизах сейчас в России, она из самых жестких в мире. То есть, во-первых, там, в навигацию корабль, ты не выпустишь, в принципе, там, и это не решается никак, кроме как сделать корабль нормально, да. В течение навигации, да, так называемый, сейчас есть служба портконтроля, которая там в каждом городе внезапно может прийти, проверить, и в принципе, все работают, да, как бы, это показывает то, что, в принципе, несмотря на проверки, на контроль, все хорошо. Все-таки, вот, совсем коротко, на самом деле, решаются многие задачи. А закон будет принят новый, отраслевой? Я думаю, что еще и не раз, да, потому что законодательство, вот, это гибкая система, да, и будет меняться и совершенствоваться. Спасибо. Планируемый рост объема внутреннего туризма должен сопровождаться и созданием соответствующих условий для туристов, открытием новых гостиниц, строительством дорог, другой инфраструктуры, но и личным участием, личным участием предприятий. Вкладывайте деньги, нам есть еще над чем работать. Мы прощаемся с вами, в студии были Сергей Корнеев и Андрей Михайловский. Всего доброго. Смотрите РБК. Главное решение в экономике и бизнесе зависит от нее. Политика. Нет ничего важнее политики. Все вокруг подчинено ей. Политика и экономика. РБК разберется во всех деталях. Виттель. Сегодня в 19.00.